Крыша прохудилась в квартире Потоп. Жильцы дома 19А по улице Песочная встретили весну с тазами и тряпками. У Антона Комиссарова затоплен балкон. Мужчина живет на верхнем этаже. Сейчас в квартире сухо, но следы протечки остались. Отсюда вот лилась вода, мы ее спустили и протопил у нас вот этот угол. То есть вот желтые пятна, вот эта стена полностью протопленная. Мужчина говорит, что ситуация повторяется второй год подряд. На этот раз собирали воду с женой два дня. По подсчетам Антона на балкон вылилось 120 литров воды, потолок натяжной. Жидкость растекалась по всему покрытию. В доме есть технический этаж. Изначально затопило чердак. Протечка была связана с тем, что не вовремя скинули лед с крыши и вся вода потекла именно в чердачное помещение, уже в дальнейшем ко мне сюда в квартиру. На чердаке пол покрыт минеральной ватой. Из-за протечки крыши материал мокрый. Повсюду следы от луж. Балки, которые держат кровлю, тоже сырые. Слышен звон капель. Антон Комиссаров показывает место пролива над своей квартирой. На данный момент и на тот момент были лужи. И с этого места протекало уже к нам на балкон. То есть повреждения именно вот, грубо говоря, где вот сырые балки, это и были места протечки. Представителю прав компании составили акт о протопе квартиры Комиссаровых. В этом документе коммунальщики соглашаются с тем, что крыша худая. Есть так называемые зазоры. Осмотр крыши показал, что попадание атмосферных осадков в чердачное помещение произошло из-за наледи в зазоре между линдовой и кровельным профлистом. В результате произошла протечка потолка, натяжной потолок на балконе и стены балкона. В верхней части потолка в левом углу просматриваются желтые пятна. На натяжном потолке во время осмотра собралось определенное количество воды с небольшим провисанием. У жильцов возникает вопрос, когда починят кровлю. В сопровождении нашей съемочной группы Антон отправился в управкомпанию. Ее представители заверили, что от наледи на крыше избавились оперативно, а проблемы с протечками они решают в ежедневном режиме. Проблема решается ежедневно. У нас планерка проходила как раз с 13-го по поводу данной квартиры. Кровля полностью очищена. Проблема состоит в том, что кровли изначально, когда мы дом приняли, требовалось ремонта. Будем осуществлять ремонт кровли. А почему требовался ремонт? Она пробита была? Ну, износ технически. К слову, дому всего 8 лет. Но кровли уже требуется капитальный ремонт, считают в обслуживающей организации. Износ подразделяется для работ по капитальному ремонту. То есть денежные средства на капитальный ремонт есть. Они накапливаются на специальном счете ТСН. Для того, чтобы их возможно было затратить на проведение данных работ, это возможно только с проведением общего собрания собственников. Работы по капремонту возможны в весенний-летний период, когда осадки полностью растают, поясняют в обслуживающей организации. Собрание с собственниками управленцы намерены провести в конце марта.